Давай, давай. Привет тебе, Олег, привет. Давно ждем тебя, давно ждем. Всем привет, заждались, в кавычках, конечно. Ну почему в кавычках? На самом деле давно мы ролик с тобой не делали. Сделали. Ну да, ты в прошлый раз рассказывал про индикаторы внутренние, как надо сообразить, чтобы в нужный момент выразить состояние, наладить внутреннюю гармонию, выйти на разум и понимать, чего надо делать и как, чтобы это делать. Помнишь, да, мы делали об этом? Ты рассказывал. Да, да, да. Ну, там, у меня же свои тараканы, как говорится, и мне, когда, что-то у меня это, картинка пропадает. Ну, интернет, не знаю, что делать. В зоме сейчас я не могу этим заниматься, потому что сейчас полвосьмого утра. Помощников у меня нет, как ты понимаешь. Так, полвосьмого утра. Ты куда-то едешь, что ли, или что ты делаешь? Да нет, я вот тут остановился и, как говорится, решил это. Высказать. Ну, выскажись. Ну, что-то там, да, да, теперь нормально. Высказывайся, пожалуйста, я тебя слушаю. Ну, в тех высказываниях, так сказать, эмоционально, так сказать, настроенных, был разговор о нашей человеческой природе, о уме, да, как некой функции восприятия мира, познания мира. Вот. И ум – это угол мысли, да. Если мы посмотрим на угол, да, в плоскости, да, мы понимаем, что такое угол, да. И угол мы этот видим, когда он огранен линиями, двумя линиями. И угол бывает острый, тупой, да, и есть угол прямой. Вот. А можно угол представить в виде конуса, как бы некой объемно-динамической фигуры, так сказать, которая с некой точки в центр выходит и, как бы, освещает, как фонарик. И вот таким образом, да, 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 и таким вот образом мы, как бы, смотрим на мир. Разум, появляется разум. Если из туннеля зрения выйти из зацикленности, от зависания, если выйти, появляется разум, здравый смысл, да. Да, да, да. Но я хочу, как бы, из ума выйти в разум. Если мы говорим, это часть, да, целого, ну, как бы, чего-то, значит, есть некое целое в виде объема. И вот это, как бы, многообразие проявленных форм, как бы, и нам надо человеку выйти в объем. А объем – это уже есть условно, как бы, все, как некое объединяющее. И мы, когда говорим о вещах… Я не пропал с картинки? Хасима Геннадь. Я не пропал. Если я тебя правильно понимаю, ты говоришь о том, как выйти из туннельного зрения из зацикленности на чем-то, на том, чтобы увидеть мир в целостности, картину в целостности. Значит, надо снять стресс. Потому что в стрессе человек зациклен на ожидании негативного исхода ситуации. А ты говоришь о том, чтобы он вышел из этого транса, стресса, и голова начал соображать. Да, но здесь, Хасай Магомедович, здесь очень интересно, когда ваша методика, которой вы пришли эмпирическим путем, то есть методом тыка, а это практика, критерий истины, я всегда говорю над учеными, как бы, ну, посмеюсь, а не методом тыка. Как ребенок познает мир. То есть в итоге повторяемость определенная происходит, а раз повторяемость происходит, значит, это существует. Так вот, мы как бы приходим к этим вещам. И вы, Хасай Магомедович, пришли к определенному методу, и этот ваш метод уникален, потому что он, когда вы говорите, он перераспределяет силовой компонент в человеке, так сказать, и человек входит в некому равновесному состоянию, баланс. И здесь, как это происходит, все хотят понять. В том числе и вы, Хасай Магомедович. Так вот, я, условно, как бы, пройдя все этапы, так сказать, да, вещи, так сказать, понял, что это во мне встроено, как говорится, и я использую этот метод, условно, как бы, ну, вот здесь, да, через это, не через физику, а через, вот, через то, как я реагирую на... Стоп, 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 мы тоже не говорим, что мы через физику. Потому что ключ находится между психикой и физикой. Это между ними, между психическими и физиологическими процессами. Ты не закорачивай нас на физику, не надо. Физикой занимаются цигун, там занимаются всякие йоги, а мы занимаемся между, 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 именно там, между двумя половинами мозга. Хорошо, соглашусь, соглашусь. Ну, я же слова высказываю, как бы, я же не могу, так сказать, сейчас войти в разум, объем, так сказать, потому что я, я войду в состояние, как бы, определенное, и я не смогу словами рассказывать, то есть, передавать свои мысли. То есть, я выйду из сознания, из состояния сознания, и войду в другое состояние. А это, как бы, не получится вот этой коммуникации, то есть, передачи, так сказать, данных. Не будет энергии, не будет, так сказать, вот это, так сказать, взаимодействие, то есть, не будет потока, так сказать, да, вот. Поэтому мы этот мир, как бы, и постигаем, и нам интересно понять общую схему, вот. И чтобы понять эту общую схему, надо ее увидеть. И, как бы, я говорил, что циркуль это показывает, для того, чтобы к циркулю подойти, нужно, как бы, сначала обратить внимание, что ум, да, это угол мысли, который огранен двумя линиями, а нам надо войти, то есть, условно, если мы берем две линии, которые ограняют угол, угол пропадет или не пропадет. То есть, получается, что все остальное, как бы, мы воображаем. И вот, в итоге, получается, что мы, у нас есть мышление, и нужно перейти в образное мышление. То есть, сначала обратить на себя, что мы, функция ума есть, и это, как рефлексия условно работает, та лево, та право, так сказать, рассудок включается, и мы, тем самым, используем механизм сравнения. И, в итоге, как бы, мы обращаем на себя, как некую функцию, видим, что у нас ум есть, он ограничен, ограничен тем, что то, что мы уже в себя вложили, какие данные обработали, и вот в эту память вложили, условно, как ассоциативный ряд, да, к примеру. И, значит, нам надо перейти все-таки в объем и понять, как это работает. Значит, нам надо понять, что ум можно, да, развернуть и войти в объем. То есть, мы не можем телом войти в матрицу, мы можем войти в матрицу только углом мысли. А что такое угол мысли? Это, условно, вещь невидимая, но осознаваемая. То есть, смотрите, начинаем, как бы, с геометрии. Чтобы войти в объем, нужно понять, обратить внимание на геометрию, на форму. Оптимальная форма в пространстве, мы все знаем, ну, как бы, кто-то знает, кто-то не знает, это сфера. То есть, мы берем, допустим, ну, в детстве или там, с детьми надуваем, надуваем мыльный пузырь. И мыльный пузырь существует какое-то время, когда силы уравновешены, как внутренние, так и внешние. И в итоге этот мыльный пузырь существует. Условно, это есть объем, да, сфера. Эта сфера имеет ограниченность по размеру. Размером этой сферы является основной, это радиус. И два радиуса, это диаметр. И вот мы находимся в объеме. То есть, горизонт, это диаметр, и прямой угол, прямой угол, который выходит из центральной точки, это линия отвеса, отвес. И вот мы как бы попали в систему координат. Но мы находимся в объеме. Но мы не понимаем, что мы находимся в объеме. То есть, мы исследуем этот объем. Мы явились туда каким-то образом. И нам надо сейчас разобрать, как это все строится, как это появляется. Так вот, если мы возьмем любую точку, любую точку на этой сфере, а в плоскости сфера это окружность, то любая точка на окружности, она на диаметр, соединяя с краями диаметр, то есть, а диаметр, края диаметра, это опять же точка окружности, то в итоге возникает всегда, возникает прямоугольник. То есть, угол с прямым, то есть, прямой угол 90 градусов. И эту, если точку мы будем двигать по окружности от точки левой точки до правой точки, то будет всегда прямой угол. И здесь возникает соотношение. Больше равно, как среднее относится. Ну, тут теорема Пифагора, или как она там, С квадрат равно, то есть, гипотенуза равна сумме, квадрат гипотенузы равен сумме квадрата в его катере. То есть, получается, что вот эта точка по окружности, она всегда связана с центром, радиусом, размером. Так вот, если мы возьмем эти три точки, сдвинем их к центру, то получится у нас... Получится у нас... Ну, к чему я хочу клоню? Точка, это в итоге, это та же самая сфера. Но точку мы видим, когда ставим на ватман точку, а половину мы видим, вот эту полусферу условно, а вторую половину мы не видим. То есть, получается, объем мы видим в плоскости точки, но даже не предполагаем, что это часть объема. То есть, для того, чтобы сделать вот эту окружность, то есть, огранить ее, потому что циркуль ограняет, нужно эту точку просто проткнуть иголочкой. И мы моделируем, моделим результат появления окружности, окружности, где есть радиус, и есть соотношение число π, ну, соотношение длины окружности, с радиусом. И это соотношение, как бы, является вот эти три точки, три единства. Потому что любая точка окружности, она всегда связана с центром, радиусом. Если мы... Я понимаю, ты просто своеобразное представление перекодируешь на язык геометрии. на язык циркуля. Ну, перекодировку делаешь, но... Вот, смотрите, Хасай Магомедович, вы говорите о точке сборки, о нейтральной точке, то есть, о точке нуля, где все соединяется, и, вот как точка бифуркации, все говорят, перераспределяется система. То есть, если, допустим, люди посмотрят, как это работает, как этот импульс вмиг настоящего меняет силовой компонент, вектор сил. Вот интересно посмотреть китайский волчок, как он вращается. И почему, допустим, там он крутится в одну сторону, а потом, допустим, переворачивается и начинает крутиться, одномоментно переключается вектор сил в точке. Это, как, знаете, наш самолет, ну, вот эта сушка, может останавливаться, переворачиваться в точке и двигаться, то есть, не уходить в ступор. То есть, здесь вот работает вектором сил. И смотрите, точка нуля. Дай подожди, волчок ты вот так вот так закрутил, и он там сам переворачивается, а самолет, когда переворачивается, его переворачивают, то есть, какую-то силу прикладывают дополнительно. Из управления. Идет управление этим. Так вот, смотрите. Да, но волчок переворачивается в этой точке сам? Ну, потому что там есть, как бы, изменение баланса сил, приводит, так сказать, к сворачиванию вектора сил в этой гулевой точке, и в какой-то миг этот вектор разворачивает в другую сторону, и волчок начинает крутиться. За счет того, что он немножко наклонился, и поэтому другой вектор появился, да? Ну да, он наклонился, там получается в трех точках переходит, в плоскости переходит в другой это. Ну, там интересно, то есть, это ломает мозги наше мышление, представление, потому что нам же вкладывают определенные вещи, образование. А тут возникает момент, а как же в этой точке? Извиняю, Олег, а ты этот крутил волчок? Я не крутил, я просто видел этот, я много раз как бы осмыслил, посмотрел на это. Надо посмотреть, как это происходит, хорошо бы участники нашей школы нашли это, и это видео бы прицепили в нашем ролике с ссылочкой такой, чтобы все посмотрели, как этот китайский волчок крутится, и сам, без приложения внешних сил, в какой-то момент, в какой-то точке вращения, сам начинает крутиться в обратную сторону. Это было бы интересно. Ну, Хасай Магомед, даже вот если просто взять деление клетки, ни одна аппаратура не может зафиксировать сам момент деления клетки. Понимаете, в чем дело? Это происходит настолько мгновенно, и это все происходит вот на этой точке нуля. Понимаете, в чем дело? Ну, точка бифуркации, там, где при возможностях в каких-то условиях, ну, это понятно, это понятно. Ну, это зависит, но переход количества в качество происходит, квантовый так называемый переход, и в химической реакции то же самое. В лагонцовку капаешь, 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 розовое, розовое, там какой-то добавил розовое, потом еще каплю добавил, сразу фиолетовое, допустим, или си. Да-да-да. Ну, это точка перехода количества в качество, но это же диалектика. Осам Агамин, это все слова, которые, как бы, вы произносите, которые вы... Поэтому я тебе предложил волчок показать, чтобы мы на него посмотрели и образно проассоциировали, кто на каком языке, кто геометрией мыслит, таким языком кодирует себе образы, кто кодирует себе в ощущениях, кто кодирует как, вот у каждого своя же перекодировка смыслов. Хорошо, Хосем, тогда давайте... Там зависло, Олег. Зависает, да. Да, это... У меня же телефона тут позвонили, поэтому... Космин, да? Чтобы, допустим, следующий момент вхождения в объем, то есть вот в эту точку нуля, как окружность, потому что, смотрите, ноль и О, это одно и то же. Понимаете, да? И как бы понять... А, смотрите, я еще дополню следующую вещь, что в начале было слово... А слово состоит из букв, а буква – это знак. А знак начинает с линии, с точки, а точка закрывает свет. А Конфуций говорил, мир управляет знаки, символы, ни слова, ни люди. То есть получается, что Конфуций понимал определенные вещи, и нам с этими вещами сейчас разобраться, потому что они в нас. То есть надо обратить на себя, как мыслящее существу, как образное мышление, и как этот образ у нас разворачивается. Понимаете, в чем дело? И это нам помогает циркуль. Вот все. То есть, смотрите, мы остановились сейчас на том, что людям надо посмотреть китайский волчок и обратить внимание, что импульс какой-то миг меняет вектор сил и как бы происходит изменение движения материального объекта. Пусть люди еще посмотрят, что такое гироскоп, как это он все... Допустим, там он может на ниточке стоять, как бы и не падать. Он крутится и не падает. То есть создает некий как бы механизм сил и он не падает. Почему? То есть мы идем и тоже не падаем. Человек идет, не падает. Так вот нужно вот этот вот физик, условно, явление, как движение некое, нужно на себя наложить и понять, что мы некое устройство. И когда мы будем таким образом себя рассматривать как некое устройство, то мы будем разбирать по частям, то есть детализировать, как бы детализировать, а потом обобщать, детализировать, обобщать. Вот этот механизм расширения сжатия. Это в нас всегда происходит как напряжение и расслабление. И это все вектор сил у нас работает. И этот ваш метод, он работает на этом векторе сил. И надо понимать это. А как это увидеть глазами? Можно через проекцию циркуля. Циркуль эту проекцию... Он создает простые вещи. То есть, что значит простые вещи? Мы находимся в Солнечной системе. Солнце является кругленьким. Он диск. И мы этот диск перекладываем на ватман и создаем дискретность пространства. И мы понимаем, а что единица, связывающая все? Радиус является. Мы не меняем размер циркуля одним радиусом. И этот радиус, я вам говорил, что на окружности любая точка с центром всегда связана. Если мы диски по принципу в точке пересечения, а точка пересечения это окружность, то получается вся картинка связана одним размером, радиусом. И здесь возникает момент вот этот вот квантовой нелокальности. То есть, все связано со всем. То есть, все существует в виг настоящего. Это целое знает о части, как часть знает о целом. То есть, мы вот мы должны это себе осознать и понять, что, блин, вот он венец творения. Мы по образу подобия нет творения. Образ подобия, образ это вот солнце, как диск, импульс разворачивается. Он же по пределу разворачивается. Он разворачивается. Там же идет свет и тьма. То есть, тьма это шесть радиусов остальных тьмы ограждает. Шесть радиусов на окружности. И построение происходит. То есть, это уже матрица. Это информационный уровень. Это еще, это не энергетический. Это информационный. Потому что все погружения людей... Олег, извини меня. Вот мне, честно, это трудно понять. Потому что я языком геометрии не мысляю. Я согласен. Чтобы мне перекодировать твой смысл слов, явно ты им хорошо оперируешь внутри себя. Тебе кажется очевидным то, что ты мне говоришь. А мне это не очевидно. Потому что у меня нет этой перекодировки внутри. То есть, значит, нам надо выработать сначала какой-то общий язык, который мы могли бы оба понимать. Да-да-да. А общий язык... Можно все определить, а для меня цирку ни о чем не говорит. Он у меня не связан с какими-то ассоциациями. Красава Магонезе, я отлично понимаю. Как бы вот вы человек, который использует этот механизм. Вы практически его используете. Понимаете, да? Все люди, которые живые, они все используют одни и те же законы природы. То есть, используют неосознанно, непроизвольно. Мозг работает по тем же законам, по которым дерево колышется под ветром, под которым солнце светит и лучи свои излучает. Ну, конечно, все законы единые, человек его продукт. Да-да-да. Ну, ты сейчас пытаешься мне сказать осознанно, как это происходит, но сказать на языке том, которым ты мыслишь, на котором я не мыслью. Нам надо найти общий язык, чтобы ты мог передать эту информацию мне, чтобы я связался со своими ассоциациями, чтобы я понял смысл. Понял смысл, куда это применить, когда я буду что-то делать, чтобы получить результат. Как твое внутреннее мышление мне понять, чтобы я мог им мыслить и получать результаты, которые ты получаешь. Ну, смотрите, результаты всегда взаимодействуют. Я уже явился сюда, я уже результат взаимодействия гравитации. То есть, я появился здесь, явился, то есть, явился. Краткий импульс А. От А до Я 33 богатыря. Тут в начале было слово и знаки, так сказать, здесь вот это есть вот войти, понять код, войти в код. А код этот скрывает цикл. Слушай, никаким циркулям. Если мы не будем друг с другом разговаривать и пытаться понять друг друга, никакой циркуль нам не поможет. Именно наше взаимодействие с желанием понять. Я хочу понять, и ты хочешь мне понять, как мне передать, чтобы все услышали, то есть, мы пытаемся выработать общий язык взаимопонимания. Ты говоришь о циркуле, а я себе это представляю не циркулем, допустим, а еще чем-то. Я себе представляю по-другому, что две половины мозга расходятся, сходятся, эмоции и аналитическая часть то соприкасается, то разъединяется, ассоциации новые образуются. Ну, и у меня другое мироощущение, понимаешь? У тебя такое мироощущение. Нам нужен общий язык, и этот общий язык вырабатывается во взаимодействии, когда мы пытаемся друг друга понять, и я поэтому задаю вопросы, и ты мне на них отвечаешь, потом ты мне задаешь. Без этого диалога невозможно понять. Поэтому люди разные, и чтобы они понимали друг друга, они должны между собой взаимодействовать и задавать вопросы. А как же? Вот если ты будешь мне читать лекцию, я буду сидеть в виде послушного студента, и буду думать, ну когда же он закончит эту лекцию, господи, ну я так отдохнуть хочу. А из вежливости буду головой кивать, а ты будешь думать, все понимает, раз головой кивает, и очень довольный уйдет, а я недовольный, лягу спать и не высплюсь. Понимаешь, что происходит среди людей? Я пример привожу. Ну же задавали вопросы. Поэтому я лекцию, я лекции не понимаю, монологичных длинных лекций, не понимаю, пока я не пойму, о чем идет речь. Поэтому я тебе, извини, перебиваю, задаю вопросы. Это нормально, это нормально для взаимодействия. это синергетический диалог, когда оба пытаются понять друг друга и задают друг другу вопросы, нисколько не обижаясь. Это же нормально. Но это может сбивает смысле, может это сбивает кого-то смысле из потока. Вот он начал говорить, он себе картину представляет, а ему раз и втык вопрос какой-то, который его выбивает оттуда. Ну такое бывает, но надо учиться. Все вместе учиться. Хосай Магенович, давайте на моем жизненном примере и ваш метод включен, когда я с ним столкнулся. Вот смотрите, и почему, допустим, не так активно люди бегут на него? Ну как, понимаете, да? Вы всегда это высказываете, почему? Вы-то видите, что в этом есть некий механизм вхождения в состояние, когда в этом состоянии можно решать любые задачи. Так вот, я когда столкнулся с ним, я как бы читал этот метод ключ, там в начале вы описывали, описывали, а сам метод был в конце книги. Я думаю, нет, не буду перескакивать. Я сначала почитаю, как бы, и прочее, у меня все как бы томило, так сказать, желание все-таки ключ. А потом, когда этот ключ я увидел, эти упражнения, я понял, я сначала думаю, какая хрень, понимаете, касаемо, потом, и как бы, думаю, и все это, как бы, у меня в голове не было вот это понимаете. Да я думаю, а меня же интересовало, как иметь некое преимущество над другими людьми, то есть, некое знание, которое позволяет как бы зарабатывать. Правильно, правильно, то есть, то, что я тебе писал там в книге, не совпадало с твоим мировосприятием языковым кодом, языковым кодом. Мне надо было писать другими словами, например, циркуль применить там, или еще что-то там. Я вообще не понимал, Хасам говорит, тогда не понимал, я просто прошел путь, поиска, да, я же, я же, вот, допустим, в обществе придуманы определенные механизмы, допустим, как фондовый рынок, биржа, это та же юла, которая крутится, так сказать, создаёт ось вращения, как бы, и там вот эти материальные факторы, все, так сказать, ну, явления физические, заводы, фабрики, они находятся в неком бумажном, так сказать, овеществлении, так сказать, как некая ценность, и они там, вот эти бумаги, а бумаги потом переходят в компьютер в нолики, эти нолики, так сказать, на бирже, так сказать, туда-сюда, и люди, как бы, ими оперируют, не понимая этой механики, и там система баланса создаёт уравновешивание вот этих вот мировых цен, и это всё через некую систему, она выстроена, сейчас криптовалюта появляется, она, как бы, децентрализована, как бы, и люди, как в соцсетях, допустим, самоорганизуются, создают свои, так сказать, общества, свои правила, и начинают, так сказать, как бы, ну, в них проецироваться, но в этом есть некие закономерности, соединения, разделения, и это в человеке происходит, как левое, правое полушарие, он уже в себе разделён, в рефлексии находится, он в дуальности, человеку надо понять, как эта механика божественная работает. Как тут можно это сказать? Конечно, ну да, объясни мне, если ты уже понял, объясни, я буду очень счастлив, объясни, как это. на самом деле, словами я не объясню, потому что слово возбуждает у вас образ, и как бы, свой ассоциативный ряд, но как мысли... Я об этом и говорил, нужен какой-то единый язык, вот какой язык? Смотрите, язык, смотрите, это как инструмент, слово как инструмент, мы как бы, вот есть внешнее явление, да, как явление, проявление, есть внутреннее отображение, как бы у нас отображается в памяти, ассоциативный ряд, есть слово, которое является промежуточным вот этим механизмом, которым мы отождествляем вот с этим словом это явление, и в итоге, когда слово мы слышим или видим, у нас возникает образ, вытаскиваем из ассоциативного ряда, то есть слово, это просто управляющий фактор, можно русский язык, можно английский язык, и мы как бы таким образом... Так вот, смотрите, а слово, это есть код, оно состоит из буквок, а буква-ка это знак, надо каждую буквку понять, как она, почему она, как она разворачивается, почему это буква О, это Г, Б, почему Бог, три буквы, почему буквы в Б и О и Г есть одновременно, и этот троица, ну, создает, ох, понимаете, да, это все, это очень просто, с одной стороны, но это сложно, потому что сложно из простых вещей, так вот, импульс изначально, импульсная энергия Солнца, она сначала через, вот создает спираль, вот эту вот, линию отвесного, ну, то есть, линию гравитации, и она построит, создает систему координат, как, ну, понимаете, да, вертикаль, горизонт вот этот, ну, и мы как бы в ней находимся, сияемся, и начинает набухать, Солнце как бы давит, и начинаются вот эти квантовые импульсы, набирание, рост, радиус описан, светлые точки, рост, и до 100 точно, до 100 точно, 100, свет точки О, так вот, представьте, что вот этот вот объем, Солнце же половину, как бы, подожди, подожди, ты занимаешься, мне кажется, механическим сведением, понимаешь, вот ты в слове Бог нашел, букву О, ЛО связал с чем-то, а я скажу, Солнце назвалось РА, РА, и могу тебе сказать, что все военные команды, связанные с буквой РА, например, Пряжка, офицер, майор, кругом, марш, смирно, это же можно связать с чем угодно, все зависит от того, как говорил мой друг Сергей Чернышев, в горсти Земли вся таблица Менделеева, ну, конечно, уже настроен, всем и связывать, но, надо, да, так нужно, нужно в себе соединить, как бы, обратить внимание, что такое квантовая нелокальность, там же ученые доказали, что все связано со всем, как это все вмиг настоящее происходит, как мы не рассыпаемся, понимаете, в чем дело, то есть, как это все вмиг настоящее существует, а где это прошлое, а где будущее, понимаете, да, и это три единства, как мы с тобой, то в одном, то в другом языке разговариваем, я тебе говорю о том, что если я захочу, я могу найти, и ты, если захочешь, можешь найти, с другой точки зрения, картины, часы висят, барьер там, стол, ты везде будешь находить какой-то оттенок, который связан с какой-то идеей, ну, это, это просто ассоциации, ну, здесь как бы ум работает, ум как бы работает, потому что углом мысли мы осветили определенные вещи, и в процесс познания складывается внимание, концентрация, осознание, понимание знания, то есть мы как бы вкладываем, вот метод погружения, допустим, в школе Щетинина, он используется, ребятишки сейчас, которые в школу Щетинина прошли, они один предмет, допустим, за шесть дней проходят, методом погружения, и это, вот, и как бы мне раньше непонятно было, как это так, то есть какие-то же... Если Миша Щетинин я хорошо знал, это мой друг, я его знаю еще с Кизляра, когда он там в школах, в школах Кизляра еще давно-давно, перерывы большие, 20-минутные устраивал между уроками, уроки сократил, его команды, которые играли в волейбол с другой школой, первый тайм они проигрывали, но они, оказывается, адаптировались к игре, а во втором тайме резко выиграли, и все удивлялись, они же никогда не играли в волейбол, но они уже умели быстро адаптироваться и быстро ориентироваться. Я знаю Мишины подходы, я много лет с ним дружил, жалко его нет, царство ему непосредственно, хороший был педагог, я это все понимаю, но погружение делал, я Арнаудов делал погружение, не Арнаудов, а там болгарин этот, который потом китай-городская делает, погружение в языковую среду, чтобы они там за два часа тысячу слов выучили, там погрузиться, там, ну это же трансовые техники, трансовые техники погружения, когда там пять часов подряд только одним языком занимаются, или там, ну это есть такое, но весь вопрос в этом заключается, как нам с тобой договориться, на каком языке разговаривать, а людей-то разных много, допустим, тысячу человек, и у всех, и у каждого своя ассоциация, внутри, в нейросетях мозга, как им понимать, то, что ты говоришь, или я говорю? Ну, потому что, Хосе Магомедович, я понимаю, надо понять, как ассоциация это работает, как импульсная энергия в человеке вот это работает, все же как бы изучают мозг, но не поймут, что такое сознание, понимаете, в чем дело? Надо, мы же, вот мы воспринимаем мир, как некая точка, как овеществленный объект, понимаете, в чем дело? Ну, никто же атом, допустим, не разбирал по частям, его модельками моделируют. Я тебе скажу, в древнеиндийской философии существует очень много школ, и одна из школ, из которой происходило буддизм, буддизм всегда был, очень приветствовал науку, потому что Будда говорил о том, что у меня нет авторитетов, и если я буду говорить между вами и познанием, убей меня, то есть он не делал из себя кумира, он как раз пытался, чтобы люди развивали свое мышление. И вопрос заключается в том, что потом его канонизировали, условно говоря, теперь на него молятся на Будду, но слава Богу, это не религия, а философия, преодоление в себе эго, нахождение в себе баланса путем преодоления эго. И Далай-Лама, слава Богу, прекрасный, вот его святейшество, прекрасно это излагает, за мир в себе, за мир между людьми, именно вот за счет этого, что он там и науку привлекает, и дружит с учеными. Вот это подход правильный, мне кажется, но я просто хотел сказать о древнеиндийской философии. Очень много раз Далай-Лама рассказывал о том, что как устроен ум, что ум имеет несколько таких аспектов, как устроено воображение, потому что в древнеиндийской опыте, в эпосе, и в Бахавадгите, и в Ахабхарате, и в Рамаяне, очень много всего этого написано, и школ там много древнеиндийских, там и Чарваков, и Санхе, и Йога, и много, просто взять Адвайту, Веданту, например, Шанкара, или какие-то школы древнеиндийские, там намного-много изучено, как работает мозг, что такое медитация направленная, что такое медитация пустотная, ну там очень много об этом схемотехнические, как у Монас там работает, как там, вот все, что ты хочешь сказать, это тысячелетия назад, как в той иной цивилизации, тысячелетиями разрабатывалось, этим знанием тысячи, тысячи лет, просто наши ученые, к сожалению, очень плохо знают древнеиндийскую историю, древнеиндийскую философию, и они ее не перекодировали на современный язык слов, а там можно покопать. Да, я согласен, многие как бы через эти вещи, так сказать, я же тоже определенные вещи вкладывал, а там же что, идут слова, и осмысление идет, я все пытался как бы прийти к этому, но у меня, видите, даже интересно, как бы, как корабль назовешь, так поплывет, я даже удивляюсь некой закономерности, у меня там дата рождения определенная, как говорится, да, у меня фамилия определенная, так сказать, кто-то скажет, говорящий. Ну, слушай, ты найдешь, найдешь, я же тебе говорю, если ты будешь искать связи между несвязанными вещами, но ты все равно каким этим ухом будешь носовать другой рукой, ты найдешь, что оказывается, это тоже ухо, что оказывается, твой день рождения, но если не совсем совпадает, но на три дня ближе к тому, что совпадает, ну ты найдешь, как в астрологии, каждый находит, в астрологии, ну найдешь, что ты хочешь, ну. Потому что есть циклы, есть геофизические, как бы, это все как бы явление, в котором мы происходим, касаемо гонеза. Мы родились под солнцем, солнце нас питает энергией, и поэтому восход солнца нам нравится. Нам нравится то, из-за чего мы живем. тепло, свежий воздух, нам нравится, потому что это нам полезно, это поддерживает нашу жизнедеятельность. Отсюда возникает ощущение нравится, потому что это, мы же все в этом, словно так же, история слов, корни слов такие же, да, все такое же, да, 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 я это понимаю, я это понимаю, просто я говорю о конкретности, как нам придумать общий язык для всех людей, чтобы мы могли легко понимать друг друга. Ассоциации у нас у всех разные. Хасай Магомедович, язык-то есть, он русский. Русь – это радиус угла света, вот радиус угла света, и вот этот радиус угла света циркуль как бы, как бы, как инструмент показывает, он не поясняет, недомыслимо, просто показывает, как принципиальную схему, всего лишь-то. Так вот, язык, он уже есть, как некая функция, так сказать, да, алфавит есть, 33 богатыря, то есть, система управления есть, и как вот мы из этого общаемся, как мы понимаем на этот механизм, как у нас мысли, как мы, допустим, как мы можем другому объяснить там. Я знаю русский язык очень хорошо. Моя мама была декана филологического факультета, педагогического института, где у нее 20 лет она была декана, преподавала советскую литературу. Я вырос в этой семье. Я с детства читал только русские книжки. Я читал фантастику, психологию, философию, еще когда мои ровесники даже знать не знали, что это такое, что за предметы. Я уже читал. На машинке я научился печатать, в 10 классе. Печатал со скоростью машинистки. Потому что мама мне давала книги из закрытого фонда по гипнозу, по психологии. Я должен был за сутки себе конспект перепечатать. Я хочу сказать, что я прекрасно знаю русский язык. Но вопрос в том, что и ты знаешь прекрасно русский язык. А вот ты мне про циркуль объясняешь, а я не понимаю. Потому что тут мало говорить на одном языке. Тут еще не хватает нам, чтобы... Мой опыт и твой опыт. Они же разные. Мое мироощущение, мироощущение мое и твое, оно же не одинаковое. И ассоциации у нас разные. Отставим, Магиан. Я согласен. Но смотрите, солнышко светит для всех одинаково. Мама всех одинаково родила. То есть принципы построения, они одинаковые. Ну, если мы были одинаковые вот в таком смысле, как ты говоришь, это в общем смысле. А мы все индивидуальные, если бы мы были именно все одинаковые, как клоны, как клоны, тогда в чем проблема? И конфликтов бы не было никаких. Нет, ну вот в этом-то и прикол. Мы попадаем в эту линию гравитации, здесь дуальность возникает, вот эта рефлексия, борьба противоположностей. Мы строим разные философские представления, религиозные там, научные представления. И все это мы, как бы, до мысли нашей. А гений-то откуда парадокс вдруг разворачивается? У, понял. Вспышка озарения. Что строит? Вот что запускает? А это импульсная энергия Солнца. Это есть вот механизм, механизм построения. То есть, мы как бы построим заново, так сказать, достаточно. Ну, и циклы есть, допустим. Все, все в одном, как бы. Все это едино. И я просто хочу сказать, что циркуль, это инструмент. Инструмент просто. Убей меня, честное слово. Я не понимаю, как я с помощью циркуля могу использовать его. Ко мне пришел человек. Ну, подожди, извини меня, я тебе вопрос задам. Ко мне пришел человек, и он говорит, у меня бабушка умирает от рака, помоги ей, пожалуйста. А я представил твою циркуль, и что мне надо сделать, чтобы помочь бабушке? Восстание утопающих, дело рук самих утопающих. Смотри. Не уходи от образа, не уходи. Ты говоришь. Хорошо, Хасай Магомедович, должна быть диагноз, какая степень рака, правильно же? Ну, правильно. Причем тут циркуль? Да. Вот, вот. Как бы, мы как бы понимаем, мы же вложили разные, так сказать, уровень восприятия, там, химические, там, физические, там, допустим. Я предположил, и определенный, так сказать, уровень, как бы, а есть эффект плацебо, есть, как бы, Ты говоришь, что в вашу циркуль, а можно все определить? Не определить, понять, как это работает. Ну, что, как, что работает? Как импульсная энергия, как вот этот импульс разворачивается и удерживает в этот каркас, то есть, вот эта жизнь, как возникает мир, как возникает атом, что такое электронное... Если ты можешь понять, как возникает атом, так подскажи мне, как помочь ее бабушке. Ну, вечной жизни и не может быть. Вечная жизнь, только когда мы уходим... Я же не о вечной жизни говорю, человек больной. Это тело, тело накопило, все имеет накопительный эффект. Циркуль пришел. А циркуль, когда ребенку будет даваться сизмальство это, условно, тогда все будет понятно, выстроится, понятно, что такое дух, душа, как, что нужно в этой жизни делать. Мы просто сейчас не понимаем... Я тебя не понимаю. Ты вот, когда говоришь о том, что циркулям можно помочь себе мыслить или по циркулям можно помочь себе что? Понять что? Понять, что такое смысл, суть и содержание. Понимаете в чем дело? То есть мы как бы смысл начинаем читать, другое там понятие идем, идем в понятие. И это слово описывают другие слова, насколько мы понимаем те слова. То есть представляете, как программа работает? Программа, она в слове заложена. Честно говоря, не понимаю. Ты же сказал, ты же сказал сам, в самом начале, что практика это действительно соприкосновение с реальностью. Вот я тебе привел пример реальности. Вот бабушка у моей знакомой умирает. Вот реальность. Ты сказал, с помощью циркуля вначале можно, пользуясь этим инструментом, понять многое, многое понять, осмыслить, и я тебе предлагаю с помощью циркуля понять и осмыслить, как помочь ее бабушке. Или это совсем к другому относится? Ну, бабушке циркуль уже не поможет, потому что, смотрите, у нее что-то, и ей разбираться не качать. Это не полезно. Олег, мы говорим о разных вещах. Тогда ты мне ответь на вопрос. Циркуль, о котором ты мне говоришь, что это инструмент, с помощью которого можно понять что-то, и что-то, что именно можно понять с помощью этого инструмента? Ну, чтобы понять, блин, ну, смотрите, слово, это буква, буква, это знак. Знак каким-то образом начинается. От чего? Он начинается с точки. А как точка развернуть? Ну, и что? Ну, и что? Ну, допустим, да. Точку надо войти, но надо понять, что такое нолик. Что такое? О! Ну, что такое нолик? нолик? Ну, это окружность с радиусом, где есть соотношение пи, а когда происходит, разделяем, так сказать, пи, получается фи. Это соотношение пропорций. То есть, мы понимаем, что такое пространство и время в итоге. Ну, это сложно, понимаете, да, Может, математик тебя поймет. Но математик будет понимать математику и писать математические формулы и будет видеть мир весь в математических формулах, он тебя поймет, но он пока не станет врачом и не будет иметь клинического мышления вместе с математическим мышлением, он не сможет помочь этой бабушке. Ну, Хасай Магомедович, ну, в человеке вложен разум и он сразу одномоментно видит, как бы, но ум, да, вычленяет из этого объема пространства то, что как бы его зацепило. Ум действует избирательно, потому что вы сами говорили, что удерживать все одновременно невозможно. Нет, но я с этим согласен, и что из этого? Вот. И мы, когда вычленяем вот эти фрагменты из этого объема и методом то есть встречно-волновой функции вкладываем в себя, мы начинаем в себе выращивать философский камень, вот запускать механизм целостного восприятия мира всего лишь-то. Мы выращиваем в себе философский камень, вот это включаем разум, то есть вот это творческое мышление, понимать, но циркуль это просто показывает, как это все импульсная энергия строит, начиная с атома, ну, начиная с элементарных частей. А это импульсная энергия, это гравитация на уровне, так сказать, гравита, витая пара. Почему спираль ДНК витая? Почему? Что такое информация, иная форма? Куда Иван Дурак погружался? Подожди одну секунду, подожди одну секунду. Вот ты сказал, информация это есть иная форма, потому что там есть слово в слове ин и форм. ты взял и синтезировал, информация это значит иная форма. Кто тебе дал такое право? Информация это что, иная форма? Это же ни о чем, ты просто звукопись ее взял, назвал по-другому. Что такое информация? Чтобы определить, что такое информация, надо определить это понятие. Это не потому получается, что там есть звук информации иная форма. Но что это такое? Это вольное, 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 так сказать, толкование. Так можно все толковать, понимаешь? И звук, и свет, и очки, которые лежат на столе, можно говорить, что... Не, не, информация это не иная форма. Информация нужно определить, что это такое. Ну, смотрите, мы когда на слова обращаем внимание, на сами слова, допустим, иностранный, да, иной и странный. Или, допустим, настроение на строке. Стоп, 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 иностранный вовсе не означает, что это слово произошло, потому что иной странный. Это ты вольно так соединяешь, потому что ты сейчас зафиксирован на соединение психолингвистических каких-то образов, понимаешь? Иностранный, это не значит иностранный. Это не значит, ты смотришь на человека, и он странный, и поэтому ты его назвал иностранным. Вот смотрите, а мы как бы каждому части, ну, смотрите, допустим, я вам пример такой... Лепишь смысл и звукосочетание. Ты как скульптор, понимаешь? Ты произведение создаешь, было бы здорово, если бы ты сделал, сделал бы там прямо такое произведение. Олег сделал произведение, он взял все слова, расшифровал по-своему. Иностранный значит иной странный. Вот смотрите, нет, я просто ваше внимание обращаю на слово. Смотрите, грач, срач, врач. Меняй одну буковку, да? Ну и что? А вот смотрите, а почему как бы у нас образы сразу возникают? То есть, я словами даю команду вашему, вашим образом развернуться, потому что это механизм взаимодействия. Вы и говорите диалог, как диалог, взаимодействие. Я просто сейчас обращаю внимание на определенные вещи, на которые, может быть, люди не обращали внимания. И почему вначале было слово? Нет, даже из начала было слово, во-первых, в переводе не так совсем. Это наши, так переводы. Ну это же надо по факту изучать, понимаешь? Хасан Багомедович, ну все равно, смотрите, Хасан Багомедович, вот просто когда мы поймем вот эту всю программу, как это работает, ну мы просто будем смеяться над собой, удивляться. Мы как бы, вот мы сейчас живем в такое время, когда вот оба людей... Я тебе очень благодарен, Олег, что ты приглашаешь людей копнуть глубже, чтобы они были любознательнее, и тогда, может быть, мир станет лучше и краше. Я с собой абсолютно согласен, я тебе за это благодарен. И, во-первых, они, кто смотрит нас сейчас, ну в записи потом посмотрит, увидят, насколько люди могут мыслить по-своему, насколько нужно стараться понимать друг друга, насколько, да, потому что люди общаются между собой, встречаются в магазине или еще где-то там, встречаются, разговаривают и не понимают, почему кто-то на них раздражился и так далее, вместо того, чтобы улыбнулся. Оказывается, он его слова не так понял, понимаешь? Да, 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 да. Конечно. Ну, молодец, Олег, да, ну ты меня встряхнул. Иностранные, значит, страды. Ну, самое странное будет в том, что если это так и окажется. Хосам Агент, я расскажу, знаешь, одну вещь, как бы, мне звонит коллектор. У меня проблемы, да, как бы, определенные, как бы, потому что я залез на фондовый рынок, попал в рефлексию, попал в систему отыгрывания, залез в долги. И звонит мне коллектор и говорит, типа, то-то, то-то, ну как вы, давит на мое, так сказать, мужское достоинство, ну как вы, там взрослый человек, я говорю, ну как, ну так получилось, я же как бы это, и прочее, прочее, прочее. Он говорит, ну а как вы отдавать будете? Я говорю, ну как, ну как-нибудь, как-нибудь там. Ну сейчас же есть, я говорю, есть выгодные модели, общество государственное в какой-то степени защищает, можно на банкротство физических лиц подать. Они мне предлагали там за 200 тысяч. Я говорю, а банкротство можно за 150 оформить. А если я буду сам, так вообще за 80 тысяч я оформлю банкротство. Мне же выгоднее так. Он говорит, ну я не знаю, он говорит, не знаю. Говорит, вы странный человек. Я говорю, я иностранный. Я говорю, положите трубку. Он говорит, сам положите трубку. Я положил трубку, и в итоге он потом думает, и уже долго не перезванил. Так кто странный? Он же звонил мне, хотел на меня, так сказать, воздействовать, а я просто словами его ввел некую, так сказать, непонятку, и он совершил действие определенное. Вот как работает вот эта лингвистика, НЛП и прочее? Это работает... Это уже другая тема, это уже другая тема, разрыв шахлона и так далее. Это другая тема. Касаемо, это интересно, почему мы понимаем или не понимаем те или иные вещи. И когда мы поймем, что слова, это чисто, так сказать, это... Ну почему говорят, в слове ложь... Сигнал, который возбуждает у нас ассоциации, который возбуждает у нас действия. А по стопу... О, касаемо... О, это система управления. Ну, конечно, это же... А я предлагаю пойти в слово. А ты предлагаешь язык усовершенствовать. Код, код, вы сказали код. Да, правильно. Так я тебе с самого начала тоже предложил. Давай придумаем общий язык для всех, более современный. Ну, вот пытались в свое время сделать, как-то он назывался... Эсперанку пытались сделать, но он погиб под этот язык, потому что он был искусственный. Язык как разрывается в самом... Как вот по тропинке, тропинку люди протаптывают и там потом делают дорожку, а не наоборот. Естественным образом язык рождается, оптимизируется. Когда люди пытаются понять друг друга, когда пытаются понять, а когда идет догмат такой директорский, навязанный, это быстро разрушается. Вот нам надо это в сообществе, у нас же есть сообщество, человек будущего, хомо-футурус, и мы там по-человечески общаемся. Сейчас мы этот ролик выложим. Как пытаются понять друг друга два человека, которые искренне хотят понять. все увидят, как сложно. Это нужно сначала обратить на себя, что у них есть ум, как-то он там рефлексия работает, как-то вот процесс там, какой-то процесс происходит, как это все там, зарядик бегает там, ну, то есть на себя обратить внимание. Ну, хорошо, Олег, мы уже достаточно долго говорим. Слушай, я немножко подустал, я всю ночь работал. Давай мы-то, я тебе очень благодарен, давай я сейчас запись эту выложу в Ютубе у нас, посмотрят. А ты тогда настройся, что там кто-то тебе будет вопросы задавать, ты смотри, потому что с каждым днем там будет прибавляться количество просмотров, и ты следи за этим делом, чтобы на вопросы ответить, чтобы люди понимали, что они не зря смотрели. Хорошо. Да. И давай мне, Олег, еще раз сбрось имя, фамилию, хештег свой, что ты хочешь, чтобы я там обозначил, а я в плейлисте напишу, в плейлисте, в одном, у нас есть плейлист, один там, продвижение друзей. Да. Так что давай, мне нужно имя, фамилия, ну, хоть я и знаю твое имя, фамилию, ты мне напиши, где ты работаешь, если хочешь, хештег свой, если хочешь, телефон свой, если хочешь, пожалуйста, у нас традиции такие, пожалуйста. Хорошо, понял. Да, и договоримся, в следующий раз еще будем разговаривать. Вопросы, вопросы тебе зададут, ты соберешь эти вопросы, там ответишь, и потом подготовимся, и в следующий раз, через недельку поговорим. Обнимаю. А, до свидания. До встречи. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok